Чудеса Друзья мои, мы с вами находимся в старинной Николаевской церкви, которая находится на Старом кладбище. Это Церковь Всех Святых. В воскресенье, во второе воскресенье после Троицы, эта церковь будет праздновать свой престольный праздник. И сейчас мы поговорим с клириком Всехсвятской Церкви, Ереем Андреем Чиженко. И он расскажет нам об удивительных событиях и об удивительной истории этой церкви. Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры. Сердечно хочется поздравить всех нас с праздником Святой Троицы, с праздником Недели Всех Святых, которая эта неделя органично вытекает из Дня Святой Троицы. Почему? Потому что фактически эти все четыре недели, начиная с Троицкой поминальной субботы, Дня Святой Троицы, Дня Святого Духа, Недели Всех Святых, Недели Всех Святых в земле русской просиявших, это все фактически один и тот же праздник, в котором мы празднуем и величаем Духа Параклита, Святого Духа, треть лица Святой Троицы. Потому что по православной богословию, то есть в Ветхом Завете, конечно, вся Троица во всей полноте всегда открывалась, но людям было всегда особенно видно в Ветхом Завете попечение о мире Бога Отца, хотя они жили ожиданием Мессии, ожиданием Спасителя. В Новом Завете у них было видно попечение второго лица Святой Троицы, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. И вот уже когда Господь наш вознесся на небо, когда Иоанн Георгий от Иоанна сказал следующее слово, «Я пошлю вам утешителя». Утешителя, то есть и как бы уже в наше время по вознесении Христова мы видим действие Святого Духа. Мы видим, она открылась людям третье лице Святой Троицы, открылась Троица во всей своей полноте и глубине. Насколько это возможно, конечно, человеческому скудному существу и естеству познать ее. И вот, дорогие братья и сестры, именно мы в День Святой Троицы празднуем удивительное событие. Мы празднуем день рождения Церкви, когда в Сионской горнице скрылся потолок, и в сиянии, в блистании явились огненные языки, то есть Святый Дух явился в виде огненных языков, которые разделились и почили на каждом из апостолов и на Пресвятой Богородице. И вот, дорогие братья и сестры, произошло это событие, и с тех пор это событие стало день рождением Церкви, потому что моментально в тот же день много тысяч людей крестилось, и ежедневно крестились сотни тысяч людей. И таким образом образовалась Церковь земная, новозаветная, в которой мы сегодня существуем, в которой мы сегодня живем. Дорогие братья и сестры, мы сегодня чествуем и празднуем тот факт, что святые апостолы рукоположили, то есть передали это именно законное, установленное самим Христом, руковозложение, ибо и Он возлагал руки на апостолов, и Он давал им дуновение Святого Духа для познания Писаний, для того, чтобы вязать и решить грехи, через апостолы святые рукоположили первых епископов, епископы рукоположили первых священников и диаконов, и апостолы также рукоположили первых диаконов, и таким образом образовалась священническая иерархия, таким образом благодать Святого Духа передается к нам сегодня. И хочется сказать о том, что эта благодать Святого Духа справедливо, замечательно сказал один православный богослов, он говорил, что церковь – это непрекращающаяся Пятидесятница, то есть мы должны понять, что в Сионской горнице произошло сошедствие Святого Духа, но это не точка, Святой Дух продолжает сходить и на нас, и в этом, пожалуй, самое интересное, самое важное, самое прекрасное и самое спасительное для нас событие и для нас явление. И вот сегодня мы празднуем неделю всех святых, всех святых, когда-нибудь живших. То есть мы как бы празднуем органическое продолжение Троицы, органическое продолжение Святой Троицы, то есть как бы произошло день рождения Церкви, и вот ежедневно, каждое столетие к Церкви прилагаются праведники, мученики, благоверные князья, равноапостольные люди, святители, преподобные, блаженные, бессеребреники и так дальше, и так дальше, праведники, они все прилагаются к Церкви, они становятся все святым сонмом, упокоенным в Царстве Небесном. Что, дорогие братья и сестры, хотелось бы еще сказать в этот знаменательный день? Хочется сказать, что мы должны понять одну интересную истину, которая придерживается православной Церкви. Мы должны понять, что человеческая история разбита на несколько этапов. Первый этап – это жизнь первых людей в раю, безмятежная. Второй этап – это грехопадение людей. И после грехопадения людей тысячи лет Ветхого Завета, когда человечество жило обетованием Мессии, обетованием грядущего Спасителя. Третий этап – это пришествие Спасителя. Это, казалось бы, очень короткие 33 года, в которых Спаситель воплотился в человеческое естество и совершил дело спасения человечества на земле и на небе, то есть как бы и спас человеческого, открыл ему дорогу в Царствие Небесное. И в этом этапе вместе с Крестом Христовым, вместе с Воскресением Христовым, вместе с Вознесением Господним, история человеческая завершилась, то есть она как бы дошла к своей логической кульминации, пришла к своему апогею, то есть как бы с пришествием в Христовый мир. В храме всех связков, где мы находимся, есть предел святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова, именно здесь мы и стоим. Он писал, что мы живем в последние времена. И очень часто повторял эту мысль. Почему? Это не потому, что он был не пророк, что он как бы не знал, что не в последние времена, что там еще тысячи лет с его смерти будут жить люди и так далее, что дальше. Нет, он имел в виду другое, что история человечества, она завершилась. И мы живем в последние времена, времена сбора урожая. Мы должны, все люди, которые жили, живут и будут жить, мы должны достигнуть праведности, достигнуть святости, достигнуть Богообщения, жить в Бозе, максимально углубляясь в Бога. Вот чем стоит задача человеческой жизни на земле. И тем самым мы призываем на себя благодать Святого Духа. Как говорил преподобный Серафим Саровский, мы живем для стяжания Духа Святого, не для чего иного, для стяжания Духа Святого, чтобы мы стали именно обителью, храмом этого параклита, то есть Святого Духа. И вот, дорогие братья и сестры, мы живем именно для этого. И мы как бы должны восполнить недостающее число ангелов на небе, которые не спали с Деницей, с Сатаной во ад. То есть и сейчас это время, эти тысячи лет после пришествия Христова, это время сбора урожая. Время, когда Господь ждет, чтобы достаточное количество праведников вошло в Царствие Небесное. Время, когда Господь ждет от человека выбора, кем он хочет стать – кослищем или овцой, агнцем, как сказано в Иоанна или от Матфея. Кем он хочет стать – святым человеком или грешником. Кем он хочет стать – богоподобным, ангелоподобным, гражданином Царствия Небесного, или звероподобным, бесоподобным существом, исполненным греха. Вот в чем состоит, дорогие братья, из вопрос, главный вопрос нашего времени и главный вопрос, на который каждый должен из нас ответить. Поэтому мы должны знать, что мы сегодня празднуем неделю всех святых, всех святых, которые жили когда-нибудь, и замечательное житие. Мы должны помнить, что все святые – это не просто нарисованные персонажи, это люди из плоти и крови, которые жили, которые страдали, которые так же радовались, так же плакали, так же грешили, так же падали, так же вставали, каялись, как и мы. Но они имели непреложное упование на Бога, они имели огромную любовь к Богу и к людям, и ожидали, как говорил святой первоходный апостол Павел, чтобы они и без нас, не без нас достигли совершенства, чтобы и мы не без них достигли совершенства. Они нас ждут там, они ждут, когда мы тоже, каждый из нас, восполним это число святых людей. Мы тоже должны войти в эту неделю всех святых, тоже должны стать сопричастниками этого непрекращающейся божественной литургии. «Львон мим святая святым» звучит на литургии для каждого из нас. Для каждого из нас, каждый должен войти в это число праведников. И вот, дорогие братья и сестры, мы стоим сегодня в этом прекрасном храме Николаева, в Всесвятском храме, в неделю всех святых. Будет божественная литургия на 9 часов утра и все ночные бдения накануне в субботу в 17.00. Это, конечно, очень удивительный храм с очень удивительной историей для Николаева, потому что, наверное, никогда не закрывался. Он был построен довольно рано для нашего города. Это очень намоленное, очень святое место для, наверное, каждого жителя Николаевщины. Поэтому, наверное, мы должны прийти и почтить неделю всех святых, и всех святых, и лично каждого в этот день именины каждого человека. День именинника, то есть почтить того святого, который за нас грешных там молится перед Богом. И будем помнить, дорогие братья и сестры, что мы должны молиться Богу и должны тоже войти в Царствие Небесное, должны восполнить это число праведников, должны также стремиться не просто к праведности какой-то мнимой, напускной, но к общению с реальным, живым Богом. В этом главная и высшая цель человеческого существования. Также напомню, хочется, что эта неделя после Дня Святого Духа, недели Святой Троицы, это сплошная седмица. Сплошная седмица, то есть среды, пятницы у нас нет, нет поста, потому что уже 12 июня в понедельник начинается Петров пост, который является нестрогим, в который можно вкушать рыбу, но для мирянина хотя бы кроме среды и пятницы. То есть в среду и пятницу ради страстей Христу вкушается растительная пища, а в остальные дни там есть, можно по календарику посмотреть, когда вкушается рыбка, когда там сухоядение и так дальше, так дальше. То есть каждый должен выбирать меру поста для себя, это хотя бы обязательно, минимально, хотя бы поститься таким образом, если это возможно. Ну, конечно, надо смотреть по церковному уставу, как правильно поститься, то есть сухоядение, где положена пища с елеем, без елея, все это прописано в православных календарях, все это можно легко узнать. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем радоваться о том, что Господь открыл нам небо. Наша же задача в это небо захотеть войти, и Он нам обязательно в этом поможет. Спасибо Господи, всех с праздником! Субтитры создавал DimaTorzok